Компьютерный класс полон в роли учеников-грожаней зрелого возраста. Здесь те, кто идёт в ногу со временем и не хочет отставать от технического прогресса. Обычно уроки ведут местные специалисты. Сегодня в клубе «Галактика» встречу проводит директор областного учреждения правительства для граждан Светлана Опёнышева. По поручению Сергея Ивановича Морозова мы нацелены на то, чтобы люди всех возрастов получали услуги в электронном виде. Это основное удобство, которое есть на сегодняшний день. И главное, не выходя из дома, весь спектр услуг можно получить. Так, не выходя из дома, можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, записаться на приём к врачу, заплатить налоги и купить билеты на самолёт или поезд. А на портале госуслуг можно получить доступ к услугам всех уровней власти. Пошаговую инструкцию по освоению компьютерных технологий и преподают в «Галактике» людям серебряного возраста. Этот был урок в рамках проекта «ЭКТ-технологии, эКТ-грамотности» людей предпенсионного и пенсионного возраста и педагогических работников, целью которого является сформировать и увеличить охват электронными услугами людей предпенсионного и пенсионного возраста. Дом детского творчества выиграл данный грант. Данный проект получил финансирование от Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в размере 234 тысяч рублей. На эти деньги был закуплен мобильный компьютерный класс. Здесь люди всех возрастов могут пройти обучение совершенно бесплатно. Более ста димитровградцев уже воспользовались этой возможностью. Это очень интересно. Во-первых, я могу и общаться, и по скайпу, и что-то написать, и что-то узнать. Даже, например, хочу я полететь, я могу билет заказать там. Очень интересно. Очень хороший проект. И всем нам очень нравится. Мы с удовольствием ходим. Кстати, с этого понедельника по инициативе губернатора Сергея Морозова в регионе запускается проект «Цифровое МФЦ». В Ульяновске на базе Центрального многофункционального центра начинается обучение цифровой грамотности. Планируется, что такой цифровой всеобуч будет внедрён в каждом пункте многофункционального центра области. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Специально для «Репортер 73» из Димитровграда.